Добрый день! Ну что, продолжаем сюжеты о папоротниках. Слушайте, тема бесконечная, и говорить я об этом могу, я не знаю, вечно, не знаю, интересно вам или нет, но во всяком случае, я думаю, что вещи, которые я показываю, вот особенно в сегодняшнем сюжете, вряд ли вы где-то еще увидите, вряд ли, если только тропические блогеры начнут, или там кто держит большие оранжереи, у кого это есть, начнут рассказывать вот про такие уже теперь экзотические папоротники, потому что, ну, нефролепис, мы с вами говорили, он все-таки уже давным-давно в культуре, и я думаю, что еще бабушки тех, кто меня смотрит, уже дома имели такие папоротники. Адиант он появился попозже в культуре, а вот то, о чем я буду рассказывать сегодня, конечно же, только у любителей. Хотя растения достаточно неприхотливые, и вот сегодня я думаю, что я вас ими заинтересую, и, ну, в общем, кому будет небезразлично, могут, конечно, у себя такие растения завести. Сегодня речь пойдет о роде перозия. Перозия тоже очень многочисленный род, очень разнообразный на все вкусы, на большие помещения, на маленькие, на средние, на какие угодно. Папоротник, конечно, выглядит еще более экзотически, ну, по сравнению с нефролеписом мы будем отталкиваться от этой точки отсчета. Значит, давайте начнем с самых маленьких. Вообще все перозии – это такие длиннокорневичные папоротники, то есть растет корневище по горшку, по той емкости, в которой находится, или по корзине. Вот, видите, вот у нас, мы с вами говорили, отдавали их, например, вот растет стебель этого папоротника, вот он. И когда пространство этой плошки закончится, он вылезет наружу, сейчас я покажу, как это происходит, и уже будет свисать, и тоже будет давать вот такие листья. У одних перозии листья редкие, у других, то есть через какие-то промежутки, междоузли большие, у каких-то они частые. В общем, это все зависит уже от конкретного вида. Значит, несмотря на то, что они не так распространены в культуре, все-таки у них тоже есть садовые культивары. И это, естественно, всегда очень интересно. Ну, сейчас поговорим вот и о видах, и о садовых культиварах. Давайте начнем с маленьких растений. Вот то, о чем я говорю. Видите, вот такие тоненькие-тоненькие корневища. Вот видно прям беленькие точки роста. Вот таким образом нарастает эта перозия. Видите, листья жесткие. Практически у всех перозий листья жесткие. И, соответственно, вот так нарастает. Потом покажем там, где уже растение такое хорошо наросшее, как растет таким густым буквально ковриком. Очень хорошо, конечно, для тех, у кого есть какие-то флорариумы, полюдариумы. Вот эта вот перозия отлично там растет. Вот эта перозия уже листья, видите, побольше. Причем, когда я купила, листья были поменьше. Вот сейчас я смотрю, вот эти новые нарастают уже такими достаточно большими. Тоже лист жесткий, тоже корневище. Вот в дырку проросло, и вот в эту дырку тоже проросло. Видите, вот. И тут же будут образовываться новые листья. Дальше. Конечно же, у перозии есть какие-то близкие роды и виды в природе. Вот это привезено из природы. Точно не могу сказать, что это. Но все-таки склоняюсь к тому, что это тоже перозия. Судя по тому, что вот есть корневище, есть вот такой жесткий лист. И, соответственно, думаю так, что это перозия. Но может быть и какой-то другой род, близкий к этому роду. Вот посмотрите на такое растение. Вот. Тоже очень жесткий лист. Тоже такое же корневище. Вот таким вот образом нарастает. Ясное дело, что в природе цепляется к стволу дерево. И уже совершенно спокойно растет это по стволу. Тем более, что вот здесь в узлах появляются корни. И, соответственно, дополнительное питание дает силы папоротнику. И он так активно нарастает. Можно их все время заправлять в эту корзину. Можно делать так, чтобы они свисали. Все равно очень будет красиво и так, и так. Вот тоже растение, которое привезено из природы. Тоже предполагаю, что это перозия. Но точно не знаю. Мы не можем точно определить. Во-первых, определителей папоротников мало. Вот азиатский. У меня есть очень хорошая книжка. По расположению спарангиев можно определить. Но здесь еще спарангиев нет. И вообще не помню, откуда это. Может быть, даже с Мадагаскара. Поэтому, соответственно, книжки такой у меня нет. Но лист прямо, знаете, как будто сделан из жесткого пластика. Значит, вот примерно, как выглядит рот перозия. Ну, теперь подхожу к тому, что имеет культивары. То есть то, у чего есть садовые гибриды. Селекционеры работали по выведению каких-то интересных форм. Это сделано на основе вот этой перозии, которая называется лангифолия. Посмотрите, как она выглядит. Вот все мои перозии лангифолия, они пошли от одного растения, которое я в свое время, живя там в одной гостинице в Сайгоне, просто спустилась вниз и смотрю, на дереве, на фикусе, там рядом такое растение с такими интересными длинными листьями. Понятно, что это папорник, все. Я взяла несколько кусочков, моталась с ними недели три, пока ездила по Вьетнаму. Уже эти листья отпали, я привезла только корневища. Очень хорошо они у меня потом прижились. Ну, не все, правда, но какие-то. И, соответственно, наросли вот такие растения. В природе же, там, где я его сорвала, это просто растение росло в одну линию, поднималось-поднималось по стволу, и были редкие такие листья, большие междоузли, соответственно, вот эти листья в одну сторону располагались. Здесь в корзине растет по-другому. Вот это корневище, такое, видите, тонкое, но, тем не менее, очень жизнеспособное. Потому что я говорю, возила-возила и привезла когда, и все-таки пошли листья к моему удивлению и радости. И вот выросло такое растение замечательное. Понятно, что это растение не для каждой комнаты, скорее, все-таки это для зимнего сада. И поэтому тут уже каждый должен для себя решать, брать ли что-то маленькое в дом, если его это заинтересовало, или же вот такое большое. Значит, по мере роста этого растения мы видим, что, вот, как правило, лист вот такой вот длинный, видите, вот такой вот совершенно ровный. Но бывают формы, а вот, например, на нашем растении, когда один лист взял и образовал развилку. И дальше уже пошло как бы два листа. Вот основываясь на этом признаке, и были сделаны некоторые прекрасные крестатные сорта. Вот, например, вот этот. Вот эту вот пирозию я как раз получила недавно из Таиланда. Я ее уже показывала. Это моя гордость. Я думаю, что по мере роста я дам больший объем, естественно, субстрата. И так как там на фото было нарисовано, листья эти станут длинными. Вот, вот, смотрите, тоже вот корневище уже вылезло из горшка. Это уже выросло здесь у нас. И, соответственно, видите, вот как выглядит уже совершенно по-другому растение. Вот еще одно прекрасное растение. Просто я его обожаю. Вот, смотрите. Это мне приходило из другой фирмы. Это приходило с Тайваня, из фирмы Микки Орхиц, который, несмотря на то, что занимается очень плотно орхидеями, это огромная прекрасная фирма, и у него прекрасный материал, еще и одно время продавало много папоротников. Кстати, вся наша коллекция пластицериумов именно оттуда, из Микки Орхиц. И там же продавалась вот эта вот прекрасная тоже пирозия, хотя они ее продавали как полиподиум, полиподиум лангифолия. На самом деле теперь ее отнесли к пирозии лангифолия. То есть это наш вот этот жесткий лист, но вот такой в высшей степени рассеченный. Посмотрите, какая красота. Ну это не знаю, чего у нас тут пятна образовались. А вообще это достаточно вот такой вот чистый обычно бывает папоротник. Вот здесь у него бывает тоже много спарангиев. Вот они, видите, на концах. Вот тоже спарангий. Тоже такие вполне декоративные. Вообще, когда я еще работала в ботаническом саду, по-моему, большинство папоротников, у которых были такие корневища, относили к полиподиуму. Ну сейчас это все уже как-то по-другому классифицируется. И поэтому вот это вот тоже прекрасная вот такая пирозия. Очень интересная, декоративная. Не знаю, мне нравится ужасно. Вообще, открою секрет, обожаю папоротники вот с такими жесткими ваями, жесткими листьями. Ну не знаю, как-то вот они мне ближе, роднее и, как мне кажется, устойчивее. Но пирозии – это, как правило, папоротники эпифитные. Если я вам рассказывала про нефролепис и адиантум, которые земляные, и им нужен субстрат, который хорошо держит воду, тут совершенно все по-другому. Тут, видите, все практически экземпляры, которые я вам показываю, они сидят, конечно же, в коре. Потому что, как я уже говорила, в большинстве своем они растут на стволах деревьев. Просто ползут себе и ползут по этим стволам. Поэтому, конечно, субстрат должен быть очень легким, быстро пропускающим воду, не задерживающим его сильно, чтобы эти корневища не подгнили. Но, тем не менее, все-таки я как-то слежу за тем, чтобы совершенно субстрат не пересыхал. В природе это, извините, одно, а у нас в комнатах это совершенно другое. Поэтому кора должна быть чуть влажной, вы это и видите, наверное. Вот видите, что она темная и достаточно тяжелая. Достаточно тяжелая, но и папоротник сам тяжелый. Поэтому все-таки кора должна быть влажная. Но выращивать их можно как в горшках, как вы понимаете, вот она в горшке. Можно вот в таком подвесном горшке. Конечно, самое красивое – это в какой-то декоративной корзине. Если позволяют ваши условия, то можно какую-то корзину с коковитой. У нас коковита сгнила, и мы вот такой вот газон положили. Ну, в общем, про природе я вам все рассказала. Поэтому надеюсь, что заинтересовало, надеюсь. Многие из этих, что я вам показала, у нас продаются. Ну и вообще продаются не только у нас. Поэтому будет интересно. Соответственно, приезжайте, смотрите, покупайте. Теперь еще что хочу сказать. Что, не забывайте, что скоро выставка. Опять у нас архидеум. Опять он будет на Тульской, в другом зале. И, соответственно, папоротники, конечно, там будут продаваться все. Вот. Не только у нас. Там еще приезжает много других людей, у которых и мы сами покупаем. В общем, я думаю, что будет много интересного. И мы там будем. Приезжайте. Все. А 4 и 5 декабря. 4 и 5 декабря. Там же рядом с тем залом, который был в прошлый раз. Какой-то слева. Я сама не знаю, но поедем, найдем. Вот. Будет два этажа. Ну, в общем, я думаю, что будет, как всегда, интересно. Поэтому приезжайте. И там увидимся. И вообще увидимся вскоре. Здоровья всем. До свидания.